Друзья, всем привет, с вами Яков, и я вас рад приветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим все играбельные билды у варваров. Как-то я сделал два обзора, один по билдам охотника на демонов, а второй по билдам монахов. И игровому сообществу такой формат более-менее понравился, но во всяком случае, судя по комментариям. И попросили такие же обзоры сделать по другим персонажам. В данный момент для меня подошла очередь варвара, и этот обзорчик я предоставляю на ваш суд. И если вы недавно приобрели игру, или очень давно не играли за варвара, то в этом ролике у вас появится возможность с этими билдами ознакомиться. А также увидите, какие билды игровому сообществу нравятся больше. Ну что ж, тогда располагайтесь в подобнее, а я же вам о этих билдах расскажу. Давайте приступим. Итак, на седьмом месте у нас находится варвара, которая наносит свой урон с помощью генераторов. Генератором в Diablo 3 называется умение, которое накапливает ресурс, то есть это основные умения. Данный геймплей возможен только с помощью сета Наследия Кошмаров. А использование данного сета означает, что вы должны наносить на себе все легендарные древние предметы. И чем больше древних предметов на вас надето, тем больше урона вы будете наносить. Возможен геймплей как с помощью одного генератора, так и с помощью двух генераторов. Я же рассматриваю вариант, когда мы наносим урон с помощью двух генераторов. Одним генератором мы себя разгоняем, а вторым генератором мы наносим больше урона. Почему за данный геймплей проголосовало мало количества человек? Ну, наверное, потому что это больше фановый билд. То есть особо высоко с помощью данного билда не зарезешь в плать ладер на таблице. Но нефанимские порталы уровня сложности Т11-Т13 он чистит очень быстро. В принципе, если иметь высокий парагон и в каждой из предметов закинуть по колдосанчику, то до 75-го или 80-го уровня великого портала, я думаю, данный билд залезет. Но, к сожалению, не выше. Есть еще один минус билда, так как это лон сборочка. Это значит, что в принципе этот билд собрать не так уж легко. То есть древние предметы, допустим, найти не проблема. Но если собирать уже билд, то собирать уже его полноценно. А это значит, что надо ловить хорошие аффиксы у каждого из предметов. А если вы вдруг нашли этот предмет, он оказался древний. Но аффиксы совсем не те, которые вам нужны. Это значит, что толку от него нет и можно его попросту распылять. А следующий такой же древний предмет вам упадет неизвестно когда. Так что, по сути, взвесив все это, игровое сообщество отдает данному варвару седьмое место. На шестом месте у нас располагается еще один варвар, который использует тоже сет на среде кошмаров. То есть мы имеем еще одного варвара, только на этот раз он наносит не прямой урон, а урон от шипов. А это значит, что нас в принципе не интересует ни вероятность критического удара, ни сам критический урон. Больше всего нас волнует наша скорость атаки. А также, чтобы в наших предметах во вторичных аффиксах присутствовал такой показатель, как шипы. И чем выше наш показатель шипов мы сможем поднять, само собой, тем больше урона мы будем выдавать. Геймплей у этого варвара в принципе похож на варвара генератора. Потому что хоть и наносим мы урон с помощью шипов, но как раз эти шипы запускаются нашим генератором. И тут тоже присутствует тот же минус, который существует у генератора на варвара. Так как это лон сборка, это значит, что древние предметы, которые мы на себя будем надевать, тоже нужно ловить с нужными аффиксами. Но это в принципе того стоит. Потому что данный билд, в отличие от предыдущего, не фановый, а этот топовый билд. И с ним в принципе хоть прямо сейчас можно ворваться в топ ладарной таблицы. Геймплей в принципе интересный. Да ладно геймплей, урона он выдает много. Но все же лон сборкам игровое сообщество отдает предпочтение меньше. Чем допустим основным сетовым билдам. Поэтому у шипованного варвара у нас шестое место. Пятое место. И здесь у нас располагается варвар, который наносит свой основной урон с помощью менее молот древних. И данный геймплей возможен с помощью двух сборок. Это через сет бессмертного короля, а также лон сборку. То есть через наследие кошмаров. Хотя что я себя буду обманывать, а также вас. Сет бессмертного короля здесь практически не беспособен уже. Так как данный сет с молотом древних работал очень хорошо еще в четвертом сезоне. А это практически полтора года назад. А нынешняя то есть лон сборка тот вариант вообще затмевает. Поэтому я данный геймплей с сетом бессмертного короля в принципе в учет не беру. Потому что к сожалению урона он выдает очень-очень мало. Что он в итоге получается? Это три билда с сетом на среде кошмара. Друзья, ни в коем случае не подумайте. Это не рейтинг лон билдов. Просто действительно игровое сообщество рассуждает так. Так как на момент четвертого сезона данный билд был топовым. Он практически всем нравился что касается варваров. И ностальгическое чувство в принципе у игрового сообщества не пропадает. Потому что он себя хорошо показывал как в соло так и в пати. Правда в пати он просуществовал не так уж долго. Буквально на середине сезона даже может раньше его выше чем у моно-генератор так называемый. Или по другому статик монг. Но на тот момент кто играл за варвара играли обязательно хото варваром. В принципе этим же геймплеем только через уже лон сборку, то есть на среде кошмаров, можно играть и сейчас. Но к сожалению этот билд не топовый, а всего лишь фановый. Так что если вы хотите просто получить удовольствие от игры, попробовать разные варианты геймплея за варвара, то этот билд я уверен вам понравится. Он очень легкий к усвоению. И в принципе для своего уровня сложности он наносит неплохой урон. Итак, хото варвар и пятое место. На четвертом месте у нас располагается саппортирующий билд. То есть это варвар саппорт, который находит себе применение исключительно в игре в пати. Как состоящий из трех и из четырех человек. И его задача бафать нашу группу. Что защиту, что урон. Данный ролик я записываю в 10 сезоне. И вот на протяжении как раз таки этих 10 сезонов, как минимум мы играли 7 сезонов, где всегда в пати находился варвар саппорт. Мало того, что саппорт бафает урон, а также защиту нашей группы. Также он отвечает за стяжку противников к месту боя. И роль саппорта сферодела. Почему сферодела? Потому что в основном он используется в данный момент как саппорт сферодел. Очень велика. И если вдруг какой-то игрок не справляется с отведенной ему ролью, что касается варвара, то вся остальная группа в принципе может не выжить. Если допустим бегут с великие порталы довольно-таки высокого уровня сложности. И так как данный геймплей возможен только в игре в пати, это значит, что все 4 игрока, ну или 3 игрока, должны играть как одна команда. То есть слаженно и в кавычках без косяков. Мало того, что варвар бафает группу, стягивает противников, он еще должен скаутировать карту. То есть если он вдруг видит, что группа ввозится на одном месте и по сути теряет свой прогресс, так как противников практически нету, он заранее должен разведать карту. И предлагать маршрут следствия дальше. Чтобы не терять драгоценные секунды или минуты, а следовать дальше и набивать прогресс. Игра в группе в принципе самый распространенный режим в игре. И в данный момент времени в каждой мете без варвара просто не обойтись. За данный тип проголосовало 7,5% опрошенных. И это значит, что он у нас на 4 месте. Ну а тройку лидеров у нас открывают рывкоподобные геймплеи варваров. Ну или в простонародье рекоровские билды. Это те, где используются умение Яростный рывок. Оно может использоваться как для перемещения, так и для нанесения урона. А разница лишь в том, какой билд используется. У данного геймплея возможно 2 билда. И там, и там фигурируют 2 умения. Первое это Яростный рывок, а второе это Копьё Древних. В одном случае мы урон наносим с помощью умений Яростный рывок, а умением Копьё Древних мы откатываем наши скиллы. Во втором случае мы используем Яростный рывок для перемещения, а Копьём Древних как раз таки наносим наш основной урон. Что касается экипировки, то в зависимости от нанесения урона мы используем разные предметы. И используются 2 микса. В одном случае мы используем 5 предметов из сета Бессмертного Короля и 3 предмета из сета Наследие Рекора. А в втором случае мы используем уже 5 предметов из сета Наследие Рекора и 3 предмета из сета Бессмертного Короля. И вот за такой рывкоподобный геймплей проголосовало около 11% опрошенных. Что один билд, что второй билд является топовыми. Ими конечно можно сейчас играть. И смело можно штурмовать ладерную таблицу. Что касается конечно же топовых мест. То есть с первой допустим по десятой. Потому что что один вариант же, второй вариант туда попасть могут. Главное, чтобы было желание, а урон позволяет. Итак, рекордовские билды у нас на третьем месте. На втором месте у нас располагается варвар, так называемый Попрыгун. Играя за данный тип варвара, мы будем играть с помощью сета Мощь Земли. Существует несколько билдов для прыгуна. Они на протяжении нескольких патчей менялись. И разработчики пытались найти самую золотую середину, когда он будет продуктивнее работать в данный билд. И вот в одном из последних патчей у них это получилось. И этот билд работает как часики. То есть так, как в принципе я думаю разработчики и задумывали изначально. Точнее получился таким, каким они хотели видеть, но не знали как реализовать. Этот билд также является топовым билдом. То есть им тоже можно штурмовать лазерную таблицу. Геймплей в принципе довольно-таки простой. То есть по карте мы перемещаемся с помощью наших прыжков. В этот момент мы будем накапливать нашу ярость. Когда мы нашу банку ярости полностью накопим, мы с помощью умения Копьё Древних ее быстренько спускаем и откатываем наши определенные умения. Допустим такое умение как Землетрясение. А как раз таки этим умением Землетрясение мы будем наносить наш основной урон. Использовать это умение, то есть Землетрясение мы можем в двух вариантах. То есть с руки, когда оно откатится. А также автоматически. А чтобы это умение прожималось автоматически, у нас существуют определенные предметы. Но сейчас разговор не о предметах, а именно о геймплее. Из-за этого варвара проголосовала 27% опрошенных. И он у нас располагается на втором месте. Но кто на первом месте, я думаю вы уже догадались. Это варвара, который свой основной урон наносит с помощью умения Вихрь. И с этого он использует Гнев Пустоши. За такой геймплей проголосовало 43% опрошенных. А это практически половина. И он, то есть геймплей игровому сообществу нравится больше всех. Так как он является в принципе самым простым. В некоторых моментах даже можно его называть однокнопочным. Такой варвар существовал еще на ванильной версии Диабло. То есть тогда, когда еще не было аддона Reaper of Soul. И тогда все, поголовно все, кто играл за варвары, использовали именно такой геймплей. В то время он был лучшим. Лучшим он и остается и сейчас. Само собой данный геймплей является топовым. Сейчас он тоже занимает первые места в ладарном таблице. И за свой высокий урон и легкость в управлении. Игровое сообщество ему присуждает почетное первое место. Но на данном моменте я, дорогие друзья, в своем видео буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Кстати, перед вами в данный момент находится график голосов. То есть, как вы видите, проголосовало 477 человек за варваров. И вы можете наблюдать, как распределились голоса, за какой геймплей. От себя хочу сказать, что варвар сейчас является самым сбалансированным персонажем. То есть, если рассматривать топовые билды, то в принципе любым можно играть. И абсолютно любым можно занять первое место. Что для этого надо? Идеально собранные предметы. Идеально пробивший рифт. А также отличные мобы, которые дают высокий прогресс. И тогда вы этот рифт закроете любым из этих билдов. Еще раз спасибо за просмотр. А мне остается с вами попрощаться. И пожелать вам удачи. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok